Самый известный и популярный телеведущий в стране, которая на протяжении уже девяти лет регулярно выходит в эфир со своей программой. Ну, наверное, абсолютная звезда в Росси, это Иван Ургант. Ты говоришь, Ургант, у тебя сразу ассоциации. Удивительно, но при всей своей популярности количество людей, не признающих его заслуги или профессионализм, очень невелико. Он мне ужасно понравился. Он какой-то такой светлый, добрый, смешной, конечно. Он адекватный, смешной, остроумный человек. Во-вторых, он просто профессионал. Даже те, кто вступал с ним в конфликт, признавали его способности. Какие-то форматы выстреливают, какие-то нет. Ургант бесспорно шире любого формата. Он очень талантливый ведущий. Дай бог, чтобы у него все было очень хорошо. Я уже разбирал тип личности Ивана в контексте юмора, которым он пользуется, удачно защищаясь и производя впечатление на людей. Рекомендую посмотреть этот выпуск следующим, чтобы узнать об интересном предназначении юмора. Сегодня же я сконцентрируюсь на анализе диалогов Ивана с гостями, рассказав вам о том, как с помощью остроумия он выкручивается из напряженных ситуаций, находит подход к любому и доминирует в разговоре, оставаясь комфортным собеседником и отличным ведущим. Он действует по классике. Сдаёт правильные вопросы, весёлые всё это, типа, чтобы всем было весело и интересно. Знали ли вы, что только вперёд с января по февраль этого года в России произошло более 16 тысяч краж с незаконным проникновением? Причина этому далеко не халатность людей, а подготовленность и опыт грабителей. Однако, все эти случаи можно предотвратить, если быть более подготовленными. Совсем недавно со мной связались ребята из Аякс, которые разработали и дали протестировать свою систему профессиональной системы безопасности. Мне часто приходится ездить на съёмки, и квартира остаётся одна. Их система позволяет мне больше не думать о сохранности вещей, даже от потопа или пожара, потому что всем можно управлять прямо из телефона, с помощью приложения. Говоря о безопасности для самого владельца Аякс, сразу заинтересовали меня, поскольку в интернете гуляет множество различных видео со взломанных IP-камер. Их датчики движения с камеры делают фото только в случае тревоги и не реагируют на животных, а все данные при передаче шифруются. Неоспоримым преимуществом системы является минималистичный дизайн и отсутствие проводов, что позволяет Аякс списываться в любой интерьер и тип помещения, будь то арендуемая квартира, дом или даже магазин, ведь при переезде всё можно забрать с собой. Я как раз строю загородный дом, и эту систему планирую перекинуть туда, чтобы не думать о сохранности вещей, если я нахожусь здесь, в городе, в квартире. По ссылке в описании вся информация о системе, а также 10% скидка для подписчиков моего канала. Предлагаю позаботиться о своей полноценной защите сейчас, а не спустя время, когда произойдёт что-то очень печальное и неприятное. Для начала рассмотрим психогеографию места, в котором будет происходить коммуникация. Основные невербальные языки, которые используются, проксемика и эстетика. Чуть менее акцентирующие, но также важна хаптика. Хаптика в большинстве случаев, когда гость заходит в студию, Иван взаимодействует с ним. Как правило, это объятие, дружеское рукопожатие, улыбка. У зрителя сразу формируется впечатление, что ведущий проявляет своё уважение гостю и относится к нему как к другу, вне зависимости от того, симпатизирует он ему лично или нет. Это закладывает в дружественную атмосферу шоу. Эстетика. Рассмотрим влияние музыки и цвета. Музыкальное сопровождение обусловлено группой, которая делает каверы на многие композиции и организует их позитивную подачу зрителю. У нас создаются ощущения реальности происходящего. Мы чувствуем эмоции, вложенные в формирование атмосферы и получаем заряд нужного настроения. Что касается цветов, то тут мы наблюдаем смешение разных тонов, как правило, тёплых оттенков, деревянная мебель, светлые спокойные тона, подсветка разными лампами, минимум тёмных тонов, красные отсутствуют вовсе, лёгкая приглушённая атмосфера, ощущения друзей и разговаривающих в гостиной. Это ощущение поддерживают также и другие невребальные коды. Например, проксемика. Так, расстояние между ведущим и гостем в пределах одного метра, что часто присутствует у людей с дружескими отношениями. В этом же пункте стоит добавить о пространстве мебели. Обратите внимание, что, как правило, это диван или удобное кресло, где человек сможет почувствовать себя комфортно, а рядом с ним стоит кружка. У нас складывается чёткое ощущение того, что друзья собрались на кухне и просто беседуют о жизни за кружкой чая. А чё это, лёг? А чё там, чё там? Мы чётко понимаем правила, и у нас складывается нужное впечатление о формате передачи уже на бессознательном уровне с помощью визуальной подачи и звуковой. Задача шоу «Вечерний Ургант» и его аналогов создать развлекательную, юмористическую, располагающую атмосферу для человека, который желает отдохнуть вечером и чувствовать себя комфортно. Этим также обусловлен и время выхода этой передачи. Более подробно студию Ивана Урганта я уже разбирал в своём телеграм-канале, где, кстати, вы можете найти множество полезного, теоретического, а иногда даже практического материала на неинтересующие вас темы, чтобы прокачать свои навыки коммуникации. Ссылку я добавлю в описание, сами всё найдёте, прочитаете и ознакомитесь. Домашняя атмосфера позволяет гостю расслабиться, быть максимально открытым и обсуждать те темы, на которые он стал бы говорить только у себя дома. Поэтому обстановка не настраивает на негативный подтекст, и доминирование, которое может проявлять Иван, не будет направлено на грубое подавление своего собеседника, а будет выполнять несколько другую роль. Прежде чем мы перейдём к разбору ярких диалогов с гостями Ивана, необходимо будет кратко остановиться на личности самого ведущего передачи. Ургант вырос в абсолютно творческой, очень интеллигентной семье. Его бабушка Нина Ургант – известнейшая актриса театра и кино. Дедушка – Лев Мелиндер. Тоже актёр, который славился юмористическим талантом и был автором популярных в своё время театральных капустников. В театральной среде он был очень уважаемым и всем любимым хохмачом. А родители Ивана – актёры, которые разошлись, когда ему было всего один год. Маленький Иван остался жить с мамой и отчимом, который был тоже актёром. При этом с отцом он сохранил тёплые отношения, что позже и вовсе стало темой для ироничных шуток в стиле Ивана. Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Я твой отец. Помимо актёрской деятельности, его отец славился юмористическими талантами. Он организовал капустники в театре и был ведущим различных программ. В такой семье будущее Ивана было предопределено. Сам отец говорит об этом. То, что там произошло с тобой, но то, что ты будешь артистом, это наверняка было понятно. Как видите, Иван рос в творческой и даже юмористической семье, что сформировало его вкусы, риторику и бэкграунд. То есть то, что мы сейчас видим, он впитывал с самого рождения. Можно сказать, что ему в этом плане повезло, но гораздо важнее то, как воспользовался этим бэкграундом сам Иван. Его постоянно тянуло на сцену. Он учился в музыкальной школе и участвовал в различных детских постановках. При этом сценическая деятельность не была навязана Ивану, а была действительно его желанием. На этих кадрах видно, как Иван получает удовольствие от сценической жизни ещё в 12-летнем возрасте. При этом, если изначально было понятно, что ургант рождён для сцены, конкретное его предназначение на ней пришло не сразу. Актёрская среда, сцены и музыкальная школа сформировали у юного Ивана желание быть музыкантом, в чём он признаётся сам. Я когда-то, давным-давно, ещё до всего хотел быть музыкантом. Он закончил актёрскую академию, но понимал, что просто актёром театра быть не готов, так как это не полностью раскрывает его потенциал. При этом с музыкальной карьерой что-то не задавалось. В конце 90-х он выступал под псевдонимом «Внук» и даже выпустил альбом, который, однако, не поимел огромного успеха. И в какой-то момент мне стало совершенно очевидно, что мне надо работать по другой профессии. И далее он скрашивает серьёзный факт из своей биографии доброй порцией иронии. А сейчас я имею возможность делать всё, что угодно, потому что денег завалится. При этом, несмотря на классические механизмы защиты Урганта, можно понять, что неудовлетворённость от неудачной музыкальной карьеры присутствует до сих пор, о чём говорит его музыкальное альтер-эго Гриша Ургант. И пусть полушутливый, но всё-таки съёмки на шоу «Голос». Так в молодости у Ивана появилось ещё одно увлечение, которое и стало его главной реализацией. Участие в театральном институте стал подрабатывать сначала в одном месте, потом в другом, добрался до ночного клуба, стал вести. А позже в Петербурге существовал так называемый ночной актёрский клуб, в котором мой папа со своими друзьями демонстрировал уникальное умение шутить на всевозможные темы. Я был так этим по-юношески и по-детски увлечён, и мне это так нравилось, что в результате, когда появилась возможность быть ведущим в ночном клубе, я воспользовался этой возможностью. Можно предположить, что это было очень удачное замещение потребностей Ивана. На смену разочарования от музыкальной деятельности пришла новая творческая страсть. Если верить в знаки судьбы, то это был самый что ни на есть громкий сигнал. Ведь именно так Иван устроился в ночной клуб ведущим. Затем прошёлся вверх по лестнице радиостанции, откуда пришёл на Пятый Питерский канал, а затем переехал в Москву вести утреннюю передачу на канале MTV. Я оделся женихом, я готов. Слешно, да. Он сидит, я стою, и то он выше. Ань, ну как? А ноги одинаковые для меня. Ань, ну как тебе такой парень? Итак, давайте подытожим путь Ивана к успеху в работе ведущим, а заодно выделим, какие сильные качества помогла сформировать его молодость. Иван с детства приучался к сцене, поскольку рос в семье актёров. Это помогает ему чувствовать себя легко и непринуждённо на ней. Тёплые отношения в семье, а также уважаемый статус его родственника воспитывали в Иване интеллигентность и приверженность к соответствующему типу юмора. Без агрессии и жестокости. Я его запомнила интеллигентным, очень деликатным, симпатичным молодым человеком, который по какой-то совершенно непонятной мне причине был не слишком востребован. И дедушка, и отец были признанными юмористами, что воспитывало в Иване чувство юмора, а также утончённый вкус в комедии. Аркадий Исакович Райкин был гением. Это исходные данные, с которыми Иван приступил к работе телеведущим. Естественно, за долгие годы работы он развил все эти качества ещё сильнее. Давайте посмотрим, как главные телеведущие используют их на практике. За огромное количество выпусков передачи «Вечерний Ургант» в гостях у Ивана побывало немеренное число самых разных гостей. С большой разницей в возрасте, статусе, характере и манере общения. При этом со всеми Иван держался достойно и вёл разговор за собой. Короче, стиль юмора в Ване, он такой, что он всегда над. Множество своих гостей Иван знает лично. Это люди от 30 до 50 лет, с которыми ему достаточно просто находить общий язык. В коммуникации с ними Урганту очень важно поддерживать комфортную обстановку и разделять инициативу ведения диалога, так как они готовы рассказать о чём-то и без его помощи. Для достижения такого баланса Иван использует следующие приёмы. Он ведёт себя очень нерасслабленно и непринуждённо, чтобы такие диалоги напоминали тёплое и интеллигентное общение двух друзей. Слушайте, а сейчас только что ты сказал, что будет второй сезон, и получается, ты не умер в первом? Получается, да. Проговорился! Речь идёт о сериале «Метод», в котором продюсером является Александр Цикало, хорошая знакомая Ивана, поэтому он не упускает возможности пошутить про это, добавляя диалогу ещё большей расслабленности. Знай Александра Цикало, даже если бы тебя разорвали птицы. Или, например, после тёплого приветствия с хорошим другом Семёном Слепаковым. Спасибо вам. Ты любимчик всеобщий, тебе 40 лет. Это взаимно, кстати, тебя тоже очень все любят. Иван сразу же иронизирует на ситуации. Вообще, когда два бородатых человека говорят друг другу такие вещи... При этом в таких беседах Ургант не перетягивает и дело на себя, а слушает собеседника и даёт ему высказаться, искренне смеясь над удачными шутками и не пытаясь сразу же пошутить сверху. Нет, они мне не позвонят, Антоша, потому что я не беру на незнакомые номера трубку. Слушай, ну у каждого же есть путь становления, в отличие от Петрова. Иван уверен в таких гостях и знает, что они его не подведут, скрасив диалог своим юмором и историями. Поэтому он может немного расслабиться и не контролировать каждую реплику себя и собеседника. Такое поведение даёт в полной мере раскрыться обоим участникам диалога. Кстати, любопытно, что это касается только интервью. А с ведущими это правило не работает. В отношении них Иван абсолютный эгоцентрист. Начиная одеяльце чуть-чуть на себя укрываться, он тут же закрывается полностью, и я лежу голым. Ещё одним мощным инструментом Ивана является самоирония, которая уместна и в подобных разговорах с примерно равными по статусу людьми. Я и как актёр могу сказать плохо. Это тебя никто не слышит в этот момент. Мы с тобой снимались, мне это не воловало вообще. Я помню, ты там что-то под себе, что-то, Ваня, омерзительное. Я это мимо ушей. Иван понимает, что рядом с ним сидит человек, который намного более успешен в актёрской деятельности, и сам же над этим шутит при первом подвернувшемся случае. Это ещё больше показывает силу Ивана и подчёркивает его неуязвимость вне зависимости от собеседника. Ургант не оставляет собеседнику возможности пошутить про него или показать своё превосходство, ведь он сделал это первым. Этот приём Иван по-разному использует со всеми категориями гостей, в том числе и со следующей. Часто к Ивану приходят гости, которые гораздо старше него. Культовые актёры, ведущие передачи или даже политики. С такими гостями Ивану нужно выполнять две задачи. Сохранять уважительную риторику и при этом не дать зрителю заскучать, не допустив излишней формальности или занудства. Важно понимать, что аудитория, которая смотрит интервью с такими гостями, сама относится к ним с большим уважением. Поэтому они сразу осудят неуважительные шутки или перебивания. Поэтому ведущему необходимо грамотно балансировать, ориентируясь в ситуации. Давайте посмотрим, какие приёмы он использует с такой категорией гостей. Хотя формат вечернего шоу подразумевает неформальную обстановку, Иван сохраняет дистанцию, обращаясь к ним на «вы» или по имени-отчеству. Добро пожаловать, Николай Николаевич, к нам. Очень мы вас рады видеть сегодня. Здравствуйте, пожалуйста. Чай сюда, я сюда поставлю. Чтобы сократить расстояние, Иван использует свой самый отточенный приём. Самую иронию. Николай Николаевич, вы меня выставляете в невыду в свете, я как бы трус. Сейчас, по-моему, вы что-то взяли не оттуда. Такого языка не существует. Ивану не нужно наигранно изображать почтение к своим гостям, ведь по нему хорошо видно, что он уважает их искренне. Он восхваляет их заслуги, смеётся от шуток и слушает с упоением. Именно эта искренность помогает гостю чувствовать себя комфортно и раскрываться. Он говорит, ну и правильно. Скажу нет, да вы подумайте. Иван не упускает ситуацию на самотёк. Он заранее тщательно готовится к каждому выпуску, изучает биографию гостей и достаёт оттуда факты, что ещё раз подчёркивает уважение к ним. Про Ленинград, тогда это был Ленинград. Скажите мне, правда ли, что вас не хотел Георгий Данелли утверждать на роль Андрея Павловича Бузыкина? Не хотел. Эта эрудированность помогает задавать такие вопросы, которые сразу же расположат гости к нему. Благодаря эрудированности, словарному запасу и подготовке Ивана нет ощущения, что ведётся разговор между людьми из совершенно разных поколений. Но даже в таких ситуациях он не даёт передаче скатываться в бесконечное восхваление гостей. Он позволяет себе подколы в их сторону, пусть и более мягкие. Вот и невидимый гол. Ворота невидимой сборки. Посол чемпионата мира. Посол доброй воли ХИФА. Это означает, что вы не получаете деньги за вашу работу. Спасибо вам. А потом мы играли в весу под названием «Любка-любовь». Естественно, в «Любку» играла Нина. Вы играли «Любовь». Я играл «Любовь». Вот это кимоно... Это же кимононова. Старинная. Старинная? 19 века. Кимоно-ровесница? Да. Это одна из самых сложных категорий гостей, ведь они имеют колоссальный опыт и мудрость. И чтобы разговор получился, его необходимо очень тонко чувствовать. Где надо поддержать беседу, используя свои знания и кругозор, где надо аккуратно перевести диалог в другое русло. Где-то поиронизировать над собой, а где-то деликатно пошутить про гостя. Как видно, Ивану это вполне удается. Не секрет, что шоу «Вечерний Урган» старается работать на аудиторию всех возрастов и выходит не только в эфир Первого канала, но и на Ютубе. Поэтому периодически в гостях у Ивана можно увидеть кумиров младшего поколения. Здесь ему необходимо выполнить функцию проводника в мир современных трендов, раскрывая гостя для старших поколений и оставаясь на волне с молодым зрителем, чтобы не выглядеть как дальний родственник, который задает нелепые вопросы. Еще перед началом таких диалогов Иван обязательно иронизирует над тем, что сейчас будет происходить. Это сразу располагает к себе взрослого зрителя. Ведь он как бы говорит ему, сейчас вместе посмеемся над современными трендами и героями. А у молодого зрителя уже и так интерес просто из-за присутствия кумира, которого не увидишь на телевидении. При этом в таких диалогах Иван любит подыгрывать и нашим, и вашим. Он часто завалированно спрашивает о каких-то фактах звезды, как бы показывая молодой аудитории, что все понимает. Вы принимаете участие в том, что называется рэп-баттл. Да. И я был совершенно поражен. Вы интеллигентный человек, вы выходите и... По реакции зрителей можно услышать, как на это реагируют те, кто знает, о чем идет речь. Большинство молодых звезд одеваются довольно необычно, поэтому часто диалог начинается с аккуратной шутки про внешний вид гостя. Я прошу вас объяснить, почему вы не переоделись после поезда. Ну как мы репетировали. Да, как мы репетировали, ты приходил в кроссовках в 4 раза меньше на репетицию. Это очень удачный прием. Во-первых, Ургант вновь располагает к себе скептически настроенное старшее поколение интеллигентным стебом внешнего вида молодых звезд, а во-вторых, расслабляет и самих гостей, которые явно не привыкли к ТВ-формату и могут быть зажаты. Также Иван всегда очень тонко, иронично и деликатно реагирует на дерзкие слова молодых гостей, которые забывают о рамках телевидения и могут позволить себе лишнего. Ургант переводит такие моменты в иронично-юмористическую плоскость, в то время как менее опытный и быстро мыслящий ведущий мог бы растеряться и постараться замять такие реплики, перейдя к другому вопросу или теме. Меня зачмырили старшаки в школе. Я такой, ну, видимо, это не мое. Давай переведем эту фразу для наших зрителей. Тебя стали обижать в школе. Обижать, да. У вас подготовка есть. У вас 150 редакторов, да. Ну зачем ты оскорбляешь эту женщину? С неисходительно брошенной фразой Иван не оставляет без внимания и моментально реагирует на них с юмором, что не позволяет собеседнику почувствовать хоть какое-то превосходство в диалоге. Тут мы наблюдаем за контролем того самого доминирования, о котором я говорил. Доминирование — это такое распределение ролей, при котором один человек постоянно уступает другому. Если происходят случаи столкновения интересов, нет столкновений интересов, они друг друга не касаются. Но если столкнулись, то один уступает. Это цитата психолога Владимира Тарасова. Хорошо описывает поведение Урганта, как только кто-то пытается, пусть даже шуточно, посягнуть на его ценности или пошутить над ним, или над его передачей. Он тут же осаждает собеседника хлесткой фразой или шуткой. С такими гостями Ургант может показать свое превосходство в более жестокой манере. Навряд ли на телевидении ты появишься. Да. Кроме как не в качестве гостя. Ну, здесь мало платят. Ну, это не твое дело. Но он точно так же готовится к ним и, как из прошлой категории, задает вопросы, используя бэкграунд собеседника. Вы, насколько я понимаю, учились в Оксфорте. Вы жили в Германии, писали рэп на английском. Ты видео не ругаешься. Огромное количество видео, которые популярны и просматриваемые, они наполнены ненормативной лексикой. А ты умудряешься обходить это? Это подходит не только для профессионального интервьюера или ведущего, но и для любого диалога. Гораздо легче выстроить коммуникацию с человеком, если вы хоть что-то знаете о нем. По исследованию Берри Сподека такие вопросы помогают ослабить защитную барьеру человека и снизить его тревогу. Они направлены на то, чтобы инициировать диалог. Пусть не вполне гладкий, но позволяющий установить некоторое доверие. И благодаря этому получить информацию даже от самых неразговорчивых собеседников. При этом Иван может вытащить какой-то факт из биографии гостя в неожиданный момент и придать этому яркий комический эффект. Одна дама, она просто... Я даже не знаю, как мне обратиться, кроме как... Давай я обращусь. Тина, ну... Забудь обиду! Забудь обиду! Как вы видите, не только фундаментальные знания могут послужить элементом хорошей импровизации в разговоре, но и какие-то знания о собеседнике, которые вы вспомнили и сказали в удачный момент. То есть у Урганта заготовлены не только вопросы, связанные с бэкграундом собеседника, но и вот такие джокеры, которые он выкидывает в партии в идеально подходящий момент. И при том, что с такими гостями Иван ведет себя особо доминирующе, периодически показывая свое уголовенство в диалоге, даже здесь не охотится без его любимого приема, какой правильно самоиронии. Здесь Иван первым шутит о своем возрасте и о том, что может не знать кого-то из современных знаменитостей. Самоирония может быть заранее заготовлена, но от этого она не становится менее удачной. Тогда я отвечу. Что? Пришел? Сидишь тут? С победой. Ну, это было заготовлено, и опять-таки, да, самоирония, самоирония, она вытягивается. Как мы смогли заметить, Иван успешно балансирует между ведущим ТВ-программой и ведущим Ютуб-канала. С помощью своих приемов он делает разговор с молодыми гостями интересными для обеих аудиторий, оставаясь актуальным, интеллигентным и востребованным. Давайте рассмотрим выпуски, в которых Урганту было очень тяжело держать ситуацию под контролем. Вы наверняка уже примерно догадались, о каких гостях идет речь. Первыми на связь вышли участники шоу «Что было дальше» и пригласили Ивана гостем в свою передачу. Просто отказался, но мы не отнеслись к этому, типа как, ой, условно, там, в начале декабря. Мы узнали, что он хочет к нам, мы такие, прикольно, круто. Нурлан рассказывает о том, что Иван был бы рад сходить к ним на шоу, но не может позволить себе такой формат. Но, ребят, он даже это озвучивал, что в целом я бы пошел, но маты. Ну, понимаешь? Ну, да, да. То есть ему в целом нравится движуха, но есть моменты, которые его смущают, и он не хочет с этим соприкасаться. И в целом, ну, я его понимаю. Скорее всего, Ургант понимает, что его интеллигентный юмор будет выглядеть проигрышно на фоне жестких шуток комиков. Что было дальше? Это прослеживается и в выпуске. Нурлан Сабуров среди гостей является неформальным лидером, который периодически подает вербальные и невербальные знаки остальным участникам. Балахов можно легко уйти. Он не знал, я думаю. Он знал. Давайте, я начну рассказать историю. Если вам не понравится, вы... Она не понравится в любом случае, но давайте... Стратегия Ивана такова. Он выделил лидера группы и на протяжении всего выпуска пытается выстраивать коммуникацию с гостями именно через него. Далее все интервью комики делают то, что они привыкли делать в своем шоу. Только без грубостей. Но они также всячески сбивают и мешают Ивану идти по тому сценарию интервью, который задумал он и которого он всегда придерживается. И порой ему получается смешно реагировать на выходки комиков. Мил, такое ощущение, что Алексей, вы кого-то ждете? Да. Резиденты этого шоу почти всегда занимают в своей передаче доминирующую позицию. А когда они делают этого, получают осуждение со стороны публики. Я не знаю, мне кажется, что это просто зрители Ютуба жиру бесится. Уже не знают, к чему прикопаться. Уже просто смешно им кажется, и уже провал. Нам надо, чтобы было смешно. Еще чтобы на гостя вылили серную кислоту. И еще порвали ему одежду. И еще пинками выгнали из студии. Мы должны удовлетвориться. В интервью Мартиросяну говорят о том, что выпуск с ним получил негативные отзывы. За мягкость участников. И с Гариком он просто так сел, как дядя вот так вот начал рассказывать, энергетически нас съел. И мы к нему проявляем уважение большое. И не сложилось. В итоге два гостя под сомнением. И как итог не самый удачный выпуск. Но Иван свое шоу должен вести по своему сценарию. То есть с двух сторон люди, которые должны доминировать, у них нет другого выбора. Важно отметить, что гости вечернего Урганта анонсируются заранее, чтобы их поклонники могли записаться и прийти в студию на съемки. Это сильно усложняет задачу для Ивана, потому что фанаты, что было дальше, ведут себя схожим образом с резидентами этого шоу. Бурно реагируют и кричат. Фактически он столкнулся не с пятью гостями, а с целой толпой разъяренных фанатов. Особенно тяжело по ходу программы Ивану было справляться, конечно же, с Алексеем Щербаковым. Иван явно не привык к такому дерзкому и прямолинейному юмору. Давайте, я начну рассказать историю. Если вам не понравится, вы... Она не понравится в любом случае, но давайте попробуем начать. Давайте. Вот понимаете, почему я не хочу приходить к вам? А что приходить? Ни одного матерного слова пока не прозвучало. Щербаков дерзко вклинивается в реплику Урганта, Иван пытается едко ответить в своем стиле, но... Я вижу ваши глаза, и там... Кажется, не находит слов. Тем не менее, нельзя сказать, что Иван полностью потерял контроль над ситуацией, и у него не получилось смешно отвечать комикам. Без классических шуток сравнений и других приемов Ивана, конечно, не обходилось. В общем, роды... Поставить перед выбором, так сказать. Да, Иван... Вот сейчас вы больше напоминаете знатоков. Ребят, знаете что? Давайте вы поздравите всех с наступающим Новым годом, раз уж вы так празднично надеялись. Когда Алексей намеренно роняет чашку и устраивает из этого целое представление, Иван наблюдает с ехидной улыбкой и не прерывает и никак не реагирует, потому что он понимает, что сделает этим только хуже. Также он чутко следит за реакцией зрителей в зале, и поскольку это явно веселит их, дает ситуации развиваться самой. Иван построил стратегию коммуникации и пытался следовать ей, пусть и иногда не получалось, но в процессе передачи понял, что один не может противостоять целой толпе фанатов, поэтому он периодически позволяет ситуации выйти из-под контроля. И, подобно конфликту со школьными хулиганами, не ведется на провокации. Он видит, что зрители здесь на 100% на стороне гостей, поэтому дает им то, чего они хотят. Он готов показаться ущемленным и оскорбленным, если это сделает шоу зрелищнее и интереснее. Ну и как минимум понимает, что активное перетягивание каната за доминирование на это шоу может спровоцировать тот или иной конфликт. А как вы помните, цель этой передачи развлекательна и комфортная. Итак, главное оружие Ивана – это кругозор и эрудированность. Он интересуется не только литературой или историей, но и современностью, что позволяет ему оставаться интересным и не терять свою актуальность. Он обладает феноменальной скоростью мышления, которая позволяет ему постоянно импровизировать и выдавать огромное количество ситуативных шуток, комментариев или едких реплик, вне зависимости от того, с кем он общается. Ваня! Этим навыком восхищаются даже комики и метро-телевидение. Меня в нем поразило, что он очень быстро мыслит. То есть я не видел таких людей, которые моментально тебе прикол дают, ты не успеваешь даже договорить. Он одновременно подстраивается под человека, создавая комфортное общение, и не теряет свою индивидуальность, оставаясь самим собой. Безусловно, у программы «Вечерний Ургант» множество авторов, а значит, многое в ней подготовлено заранее. Однако прописать схему диалога, а тем более шутки в интервью, практически невозможно. Да и в остальных рубриках этого шоу умение Ивана импровизировать и вставлять в комментарии на ходу никогда не покидает его. В этом признается один из авторов программы Гарик Аганисян. Это огромная работа, которая была бы невозможна без исходных данных, что мы выявили в начале видео. Но чтобы поддержать себя в тонусе, необходимо регулярно пополнять свои знания и повторять уже пройденные. А знаешь, вот то, что у тебя вот в голове устроено, какой-то локатор, откуда ты берешь все эти фантастические коннотации, странные подсмыслы? Если вы не верите мне, то, возможно, поверите самому Ивану? Мне кажется, что нужно читать. А что вы сейчас читаете? Мне кажется, что нужно узнавать. Что такое остроумие? Это объем знаний, умноженный на реакцию. А на этом на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Все ссылки из сегодняшнего видео находятся в описании. А еще обратите внимание, какой совсем недавно у меня вышел мерч. Это не банальные толстовки и футболки. На них размещены уникальные надписи, в которых я выразил философию своего проекта. Ссылку я оставлю в описании. И давайте договоримся, если вы что-нибудь закажете, то когда одежда придет, то пришлете свою фотографию в одну из моих соотетей. На выбор. Телеграм, Инстаграм, все у меня есть в описании. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.